Приветствую вас. По ощущениям, мужчина просто выглядит как очень неуверенный в себе человек, очень сосняющийся, очень такой сытливый, наверное, и, в общем-то, многие вещи переживающие в себе. Ну, вот, как раз, таким достаточно глубоким внутренним миром, но не приспособленностью к внешним каким-то историям, да, не приспособленностью к внешним взаимодействиям, вот, ну, как-то вот встречающиеся своих чувств, своих эмоций, своих переживаний. И прочее. На самом деле, люди такого типа, они многие вещи предпочитают как-то вот проживать в себе, не выражают эти вещи, эм, ну, во внешний мир, и, эм, в общем, с такими людьми достаточно сложно, потому что они, эм, редко бывают искренни, а интеллект их проявляются в самые такие моменты, когда этого меньше всего ждёшь, и самое главное, что не очень понятно, а по поводу чего это вообще было, да, то есть, по поводу чего эмоции выражаются, то есть, ты чувствуешь, что эмоции выращаются, ты чувствуешь, что человек что-то волнует, а вот, что именно волнует по поводу чего он так себя ведёт, ну, не так непонятно, потому что это уже прошло, а человек всё ещё продолжает этим жить, что-то такое вот своего рода застревание происходит. Вот, поэтому имейте, пожалуйста, эту в виду. Эм, почему он так себя ведёт не столь важно, важно то, как вы будете вести себя сами в ответ, да? То есть, эм, понимаете, эм, если человек не проявляет инициативу, да? Если человек не делает первый шаг, неважно, почему он этого не делает. Совершенно неважно, почему он этого не делает, важно, важно то, что он этого не делает. Так вот, если он этого не делает, то есть большая вероятность того, что он и не будет этого делать. Он и не будет этого делать, не будет этого делать никогда. И вам придётся самой проявлять инициативу. Вот. Ну, а это уже не к каждому человеку подходит, не к каждой женщине подходит в данном случае. Потому, Юлия, вы для себя решите, вам мужчина нравится больше? Или больше вы считаете, что он странный? И нравится ли вам эта странность? Потому, что даже по тексту, ну, вашему тексту, чувствуется, что у вас несколько другие представления о том, как должен вести себя мужчина. Вот. Ну, так вот, примерно, можно ответить. То есть, разберитесь в себе. Разберитесь в том, что вы хотите. Разберитесь в том, а вот вы говорите, да, что он дошёл, я напоил его копию. Ну, несколько, такая, знаете, не доступа необычная фраза, а скорее вот свидетельствует о том, что вы здесь выступаете в роли опоры. То есть, вы позвонили, вы напоили, да, копию получается. А мужчина, он такой, он как будто на своей волне. И вы, вот, пытаетесь, что его понять. Понимаю другого человека, достаточно тяжёлое, я бы сказал, трудоёмкое занятие. Практически не имеющее успеха. Потому что человек сам может себя не понимать. Вам бы лучше понять себя. И поняв себя, вы бы уже смогли действовать так, как вам хочется. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за оценку в качестве лучшего. Желаю вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится, и вы можете поступать так, как вам хочется.